МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телекспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска о некоторых темах. Готовься они летом. Готов ли жил фонд к зиме? Выясняли городские власти. Тарифы рванули вверх. В России появится социальная норма потребления электричества. Чем это и обернется для потребителей? И четыре колеса, и доза адреналина. В Ноябрьске пройдут соревнования среди любителей квадроциклов. В Ноябрьске полным ходом идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Управляющие компании заявляют о том, что к сентябрю весь необходимый объем работ будет выполнен. Сегодня первый заместитель главы администрации Ноябрьска Андрей Касьяненко лично проверил, насколько добросовестно коммунальщики выполняют свои обязанности. Ксения Епишева с подробностями. В первом списке адресов дом номер 82 по Советской. Обслуживает его управляющая компания «Крепость». Как раз сегодня здесь промывают внутридомовые сети. Один из самых трудоемких и самых важных этапов подготовки к зиме. Ведь если этого не сделать летом, то все, что оседает в системе водоснабжения, станет серьезной проблемой зимой. Иными словами, в квартирах будет не жарко. У нас уже вот выбросная линия канализации. Мы не на грунт, а на канализацию. Нет, нет, канализацию, да. Достали шланг, посмотрели, вода чистая, все. Перешли на другой стояк. Промыли, просмотрели. Опять дальше. Пока каждый стояк так не пройдем, значит, до чистой воды. Все, сейчас закончим, перейдем на следующий узел. В НЖСК тоже практически завершили промывку сетей. Работы осталось выполнить на паре десятков домов. Кроме промывки, управляющие приводят в порядок парадные подъезды, вкрасят заборы и, что немаловажно, проводят мелкий плановый ремонт крыш. У нас запланировано 114 домов. Уже более 50 отремонтировано. И на сегодняшний день три звена работают, продолжаем работать. Кстати, о крышах. Все бесхозные коммуникации, имеется в виду паутина, которую наплели связисты, будут срезаны, если, конечно, хозяева кабелей не объявятся. По идее, удаляться должны и провода, проведенные самими жильцами, например, автомобильные подогревы. Однако в управляющих организациях признаются, делать этого не будут. Во-первых, это собственность жильцов, и никому потом неохота судиться за кусок провода. А во-вторых, все-таки зимой в наших климатических условиях без подогревов никуда. С подогревами, вы знаете, что это не такой простой вопрос. Это не первые годы, не десяток лет идет борьба с подогревами. Это собственники. В принципе, мы не имеем права, если по закону. Предупреждаем, выписываем предписания. Но люди реагируют на это очень слабо. Последние, кому сегодня заглянул Андрей Касьяненко, это УЖХ. Здесь все в целом тоже в рабочем порядке. Единственное, на что жалуются коммунальщики, так это на должников. Дело на тех домах, на которых есть задолженность. Потому что приходит жилищная инспекция, соответственно, они пишут туда, и мы все делаем. Себе в обыдок. Нет, ну а с собственниками ведете работу? Потому что люди должны понимать... Ведем. Вот приходят, пишут заявление. Вот написал человек заявление. Мы говорим, вот на вашем доме 300 тысяч долг. Они говорят, ну и что? А я плачу. А вот сосед не платит, у которого 200 тысяч долгу. Ну мы же не сделаем одну шиферину над его крышей. Кстати, из-за недоплаты по коммуналке управляющим приходится выкручиваться. Часть материалов, необходимых для тех же ремонтных работ, они вынуждены брать в долг. Что называется под честное слово. Иначе в установленные даже не законом, а погодой сроки уложиться никак не получится. Однако в целом никаких серьезных замечаний у первого заместителя главы не возникло. Темпы подготовки Андрей Косяненко назвал удовлетворительными. Но при этом администрация не прекратит следить за ходом работ. Наша задача была оценить ход проведения работ по подготовке именно жилищного фонда. В прошлый раз мы с вами отработали объекты инженерной инфраструктуры. Общая ситуация неплохая. Работы выполнены в среднем где-то на 60% по всем домам, квартирным города. Впереди большая работа на поселках. И завершение работ в сроке до 5 сентября. К слову, по данным Северной энергетической компании, всего жители города задолжали 233 миллиона рублей, что в 4 раза превышает сумму ежемесячного начисления за коммуналку. Причем это та сумма, которую не оплатили две трети населения, чьи управляющие компании обслуживаются в едином расчетно-кассовом центре. Страхование жилья в России может стать обязательным. Эту идею обсуждает Федеральная служба по финансовым рынкам, пишет сегодня российская газета. Речь идет о страховании на случай природных катаклизмов. Многие эксперты считают, что тарифы на такой вид услуг действительно могут быть невысокими, а застрахованным гражданам будет проще возместить потери. К тому же они будут знать, сколько получат от страховой компании. Когда потери возмещает государство, такой определенности нет. Система вмененного страхования жилья могла бы строиться как двухуровневая. Первый может предусматривать приобретение страховки за счет средств граждан. Минимальное покрытие может составить 100-200 тысяч рублей, а страховой взнос будет небольшим – 500-700 рублей в год. Второй уровень покрытия в этой системе защиты при наступлении значительных рисков может брать на себя государство в рамках софинансирования программы по оплате страхового взноса. Впрочем, пока непонятно, как идея обязательного страхования жилья будет воспринята в Минфине. Представители ведомства недавно говорили, что сейчас курс, напротив, взят на добровольность страхования. Правительство России намерено простимулировать граждан к сбережению ресурсов. Уже подписано постановление, согласно которому с будущего года вводится социальная норма потребления электроэнергии – в среднем 70 кВт в месяц. Именно столько можно будет потратить, не переплачивая за использование электрических приборов, а также освещение своей квартиры или дома. Те, кто уложится в норму, будут оплачивать расходы по сниженным тарифам, а вот за потребление сверх нормативов платить придется больше. Отмечу, в семи регионах социальные нормы потребления электроэнергии введут в пилотном режиме уже с 1 сентября. Если это окажется эффективным, то с 2014 года нормативы распространят уже на всю территорию страны. Отмечу, что соцнорма будет распространена и на общедомовые нужды. Это станет самым неприятным сюрпризом для россиян. С учетом нововведений за киловатты на освещение лестниц и подъездов придется платить уже по повышенному тарифу. С учетом энергоемкости тех же лифтов – по очень повышенному. Кстати, это еще не все. С 2015 года аналогичные социальные нормы потребления планируется ввести и на воду. Напомню, Владимир Путин велел ограничить рост тарифов на коммунальные услуги до 6% в год, а коммуналка уже выросла в цене в среднем на 12%. Депутаты Госдумы предлагают установить минимальную почасовую зарплату в размере 100 рублей в час. Соответствующие поправки в трудовой кодекс уже разработаны. В ближайшее время их рассмотрит правительство. Если законопроект одобрят, то минимальная зарплата в России при полном трудовом дне и полном рабочем месяце составит около 18 тысяч рублей. К слову, примерно столько сейчас зарабатывают сотрудники почтовых отделений, и это еще в лучшем случае. Сегодня руководство ведомства заявило, что намерено сократить штат руководителей и повысить зарплату рядовым сотрудникам. Штат управленцев будет сокращен на 30%. Так, средняя зарплата почтальона должна составить не меньше, чем зарабатывают курьеры частных компаний, а операторы будут получать не меньше кассира в сетевом супермаркете. С таким предложением выступило Министерство связи и массовых коммуникаций, сообщает газета «Известия». Но при этом отмечается, что увеличение доходов сотрудников в два раза к 2016 году обернется для предприятия убытками в размере более 31 миллиарда. Сократить финансовые потери ведомству поможет увеличение числа пересылаемых посылок на 120%, с 69 миллионов штук до 152, а также писем на 30%. Всем, кто лишен водительских прав, придется пересдавать экзамены. В силу вступили новые поправки к административному кодексу, и теперь водителям срок лишения, у которых заканчивается после 1 сентября этого года, придется заново пройти проверку на знания ПДД. Правда, экзамен для них будет несколько легче, чем для кандидатов в водители. Предусматривается, что на теоретические вопросы лишенники будут отвечать исключительно в автоматизированном режиме, в оборудованных компьютерных классах. Кроме этого, тестирование будет проходить по билетам за вычетом ненужных вопросов по медицине, по психологии и так далее, ведь в законе прописано, что проверка знаний необходима именно по правилам дорожного движения. В будущем мы уже разговаривали с коллегами из нашего научного института, возможно, будут разработаны специальные вопросы с упором на те правонарушения, за которые водитель был лишен прав, например, за пьянку. Это могут быть те же самые 20 вопросов с уклоном на данную тему. Та же самая практика существует в Германии. Там проводится так называемый тест на идиота, чтобы довести до сознания правонарушителя, что так делать нехорошо, противоправно и опасно для здоровья окружающих, прокомментировал инспектор. К слову, с начала этого года в ноябрьске водительских прав лишились почти шесть сотен автовладельцев. Цифра большая и идею законодателей с пересдачей экзаменов лишенниками, даже несмотря на трудности, которые могут возникнуть, полицейские ноябрьска поддерживают. У нас, конечно, объем увеличится, но я думаю, что это очень полезно. Лишенные есть до 2027 года, когда у нас это был закон накопительный, тогда система была, люди себе там набрали. У седьмой школы установили еще один пешеходный переход. Вопрос о его необходимости поднимался неоднократно, и некоторое время назад выездная комиссия в составе представителей ГИБДД, сотрудников департамента образования и дирекции муниципального заказа, обследовала этот участок. Совместно члены комиссии пришли к выводу, что дополнительная зебра здесь необходима. И вот сегодня работники дорожной службы разметили место нового пешеходного перехода. 16 июля было проведено комиссионное обследование на предмет соответствия подъездных и подходных путей к школам города. По результатам обследования было установлено ряд недостатков, как возле данной школы отсутствие пешеходного перехода. В связи с чем было принято решение оборудовать на данном участке пешеходный переход на барьере предвидительного снижения скорости. Ну а далее в выпуске блог спортивных новостей. В первом матче квалификационного раунда Лиги чемпиона в Питерский «Зенит» в гостях обыграл датский клуб «Норшелан». Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе россиян, однако хозяев постоянно спасал великолепно игравший голгитер. В перерыве Лучано Спалетти заменил Аршавина на Киржакова и последний первым же касанием мяча вогнал спортивный снаряд в сетку ворот. 1-0. После гола игра у питерцев разладилась и уже датчане могли сравнять счет, однако наш вратарь Юрий Ладыгин также был безупречен. В итоге важная и так нужная «Зениту» гостевая победа. Остается добавить, что ответный матч состоится в Санкт-Петербурге 7 августа. 8 августа в Ноябрьске пройдут соревнования «Мотошлем». Знания правил дорожного движения и свои умения ловко маневрировать на квадроциклах будут демонстрировать мальчишки и девчонки. Лучших определят в двух возрастных категориях – от 9 до 12 и от 13 до 14 лет. Заявки на участие в соревнованиях принимают в спортивно-техническом клубе. Телефон для справок 310925. Для участия приглашаются дети в возрасте от 9 до 14 лет, возможно, со своей техникой. То есть у некоторых жителей есть квадроциклы. К участию допускаются квадроциклы с объемом двигателя 50 кубических сантиметров и 110. Данное соревнование проводится совместно с госавтоинспекцией города Ноябрьска. Победители получат призы. Во время заездов им необходимо будет выполнить фигуру змейка и поворот. Учитываться результат будет по общему времени и по количеству взбитых конусов. И напоследок любопытная информация. Вы когда-нибудь задумывались, о чем чаще всего разговариваете, когда встречаетесь со своими друзьями и знакомыми? А вот социологи Левада-центра таким вопросом задались и опросили почти 2000 россиян в возрасте от 18 лет в 45 регионах страны. Ответы получились довольно любопытными. Первое место по популярности делят две темы для разговоров. Это о ценах товарах и очередях и о детях. Далее по убывающей. Россияне друг с другом обсуждают свою работу, домашнее хозяйство и представителей противоположного пола. А вот реже всего мы с вами говорим, как выяснилось, о книгах, кино и других новостях культуры. А также о снах, предчувствиях и приметах. И это была завершающая информация выпуска. Смотрите новости нашего города по будням в это же время. А я с вами прощаюсь. До свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 1 августа в Сальхарде переменная облачность, ветер северо-восточный, температура 17 градусов выше нуля. В Муравленко преимущественно без осадков, ветер северный до 3 метров в секунду, температура 17 градусов тепла. В Ноябрьске переменная облачность без осадков, ветер северный до 3 метров в секунду, температура плюс 20 градусов.